Всем привет, мои хорошие! Опять ночь. Опять глубокая ночь. Проснулась я сегодня по второго. А сейчас... Ну, я в два часа уже поднялась. Сейчас уже без пятнадцати три. А что проснулась? Я сегодня собираюсь к дочке ехать. Она меня попросила на выходные приехать. Она в субботу собирается куда-то там по делам своим. На свадьбу, что ли, её пригласили. Вот. Но это она вам уже сама скажет, куда она собралась. Вот. Я рано уснула. Посмотрела, кстати говоря, сериал «Папик». Классный вот такой здоровский сериал. В общем, получила удовольствие. И сделала небольшую паузу в своих съёмках. Решила отдохнуть, девочки. Потому что, честно говоря, вот за этими всеми делами съёмки, монтаж, съёмки-монтаж, вот какая-то вот постоянная вот такая рутина. Мне захотелось взять какую-то паузу и немножечко, знаете, вот уйти в себя, ну, со своими мыслями. И я прям себя остановила. Думаю, так вот, надо не снимать несколько дней, просто прийти в себя, как-то в свои чувства, потому что, ну, вот так вот непонятно, что происходит. Снимаешь, снимаешь, снимаешь. Что-то кажется иногда, что жизнь проходит мимо. Иногда нужно остановиться там, подумать, задуматься о чём-то. Просто отдохнуть от вообще болтовни, от всего. В общем, я отдохнула нормально. А сегодня вот я проснулась. Ну, я рано уснула, правда. Я что-то смотрела, смотрела телевизор и вырубилась. Вот, так что, в общем-то, можно сказать, и выспалась даже. Проснулась. Ну, и думаю, это ж надо к дочке собираться, надо себя в порядок приводить. Я ещё хотела пораньше проснуться, думаю, там скупаться. Вот. А потом же у нас сегодня будет холодный день. Я посмотрела по прогнозу погоды. У нас 18 градусов днём будет. Это надо уже доставать тёплые вещи. И не стало я ничего этого доставать вечером. Думаю, ладно, я уже, в принципе, всё как бы под рукой лежит. Только уже надо будет определиться, что именно одеть. И, в общем-то, ехать. Но потом у нас, правда, будет потепление. Ещё бабье лето будет у нас. Я так посмотрела, дальше будет потеплее уже. Но тут надо будет сегодня приодеться. Уже там джинсики, кроссовочки, там кофту, что-то такое потеплее. Надо будет одеться. Сейчас я сижу, пью кофе. И сейчас я собираюсь ещё искупаться. Голову помыть. Порядок себе привести. Что ещё, девочки? Я думала-думала, что бы вам снять. Уже, честно говоря, и вам, может быть, уже надоели мои болталки. Я не пойму, что я снимаю вообще. И самой подумать решила. Думаю, давно я не снимала вопросы-ответы. Кстати, девочки, у кого есть какие-то вопросики мне, задавайте в комментариях. И я сниму видео, вопросы-ответы, поотвечаю на ваши вопросы. Потому что бывает, в комментариях попадаются вопросы, где нужно развернутый дать ответ. Но писать много там не хочется всё это раскрывать. Коротко отвечать тоже, как бы, не это. Поэтому у кого какие вопросы, пишите в комментариях. Я сниму видик такой. Вопросы и ответы. Кстати, девочки, по поводу моего похудения. В общем, я же вам говорила, что я взяла тортик Наполеон. Решила я проверить. Я проверила. Я вам хочу сказать, Наполеон никак не способствует похудению. В общем, мой вес вернулся, как и был, там за 80. И думаю, ну что, надо завязывать категорически теперь уже просто со всеми сладостями. Нужно ограничивать количество углеводов. Нужно заняться собою вообще. Ну, знаете, надо, наверное, какое-то время, может быть, там 2-3 недельки всё-таки поддержаться на строгой диете. Потом уже где-то какие-то попущения делать немножко. Вот. А тут я недавно посмотрела передачу «Мир наизнанку» и Китай показывали. И, честно говоря, я была просто шокирована, когда я увидела, что куча населения, особенно пожилого возраста, кому за 60, за 70, за 80, занимаются спортом в парке. В общем, ведущий показал нам парк, где очень-очень много тренажёров. Большой такой парк и куча-куча тренажёров. И там занимаются куча, я не знаю, там больше сотни людей занимаются. Там на тренажёрах на шпагат садятся люди по 80 лет. Женщина там 60 лет, которая выглядит, я не знаю, там на 40. Ну, вообще просто, честно говоря, они очень хорошо так относятся к своему здоровью серьёзно. Я, конечно, посмотрела, меня это так смотивировало. Думаю, вот это здорово. Ну, себя не чувствовать старым, чувствовать себя подвижным вообще в таком возрасте. Это просто здорово. Я была, честно, шокирована. Думаю, надо брать вот с них прям пример. Поэтому я вчера сходила. Здесь у нас недалеко от дома есть спортзал. Узнала я расписание, какие есть занятия для людей уже, которые постарше. Потому что там, ну, очень энергичные занятия, они подходят уже. Есть там занятия, которые укрепляют там мышцы спины, суставы, там, ну, всё такое. В общем, мне, в общем, всё равно, какие занятия, но мне нужно, чтобы кто-то со мной занимался. Мне нужен тренер. Я без тренера сама по себе, ну, очень много даю поблажек, и я ленюсь, может быть, я не знаю. Мне трудно самой взять вот себя за шкивняк, заставить тут одной самой с собой заниматься. Вот. А то, что это недалеко от дома, это удобно, то, что вышел, пошёл, не надо ехать никуда на транспорте, далеко идти не надо. Вот. Цена меня устроила, в общем, подходящая цена, там, 2500 абонемент на месяц. Идёт три раза в неделю заниматься. В общем, я надеюсь, что я всё-таки буду ходить. Ну, я не знаю, обычно надолго меня не хватает. Я иду в спортзал, там, месяц-два, и потом что-то у меня вот это всё падает. Ну, даже месяц-два, если я позанимаюсь, и то это будет хорошо. Но я надеюсь, если мне там понравится, и всё устроит, может быть, я буду заниматься и дольше. Это, конечно, немножечко в тонус приведёт вообще мышцы, и суставы, и всё остальное. И тоже поможет для похудения. Потому что, конечно, у меня малоподвижный образ жизни сейчас. Я не работаю, я на пенсии сижу. Поэтому сижу я дома в основном. Ещё в связи с этими всякими событиями, где вот эти вот разные карантины, в общем, и особо и выходить из дома не хочется. Я себя поймала на мысли, что, знаете, вот дома как-то чувствуешь себя в безопасности. Знаете, вот мой дом, моя крепость. И я знаю, что тут мне не надо маску одевать. Я живу одна. Нет, кого шугаться не надо. Поэтому я себя тут расслабленно чувствую. А выходя на улицу, всё равно есть какой-то шанс, там, знаете, подцепить вот эту галюсть. Поэтому немножко страх присутствует. Хоть я его не осознаю, а он у меня где-то там, знаете, в подсознании сидит. Вот. Так что, ну, а в спортзал ходить просто, мне уже, честно говоря, прям хочется. Но там, правда, группу сейчас набирают на октябрь месяц, поэтому нужно немножко подождать. Да, октябрь осталось недалеко. Но я ставила свой телефон, мне прозвонят и скажут, когда можно будет уже подойти. Очень надеюсь, что всё-таки я поупражняюсь. Давно уже этого не делала. Очень-очень хочется уже, не терпится прям. Дай бог не передумать, и дай бог, чтобы ничего не изменилось, ничего не поменялось. Ну, то есть не поломалось вот это вот. А то же раз-раз позакрывали, и всё, опять сиди дома. Очень не хочется, конечно, сидеть вот это дома, знаете, а с другой стороны, я-то дома и так сижу. Ну, вот и хочется выходить туда, куда надо, и куда хочется, вот иногда даже, да. Вот. Ну, и что сейчас? Сейчас я пью кофе, и пойду сейчас уже искупаюсь. Может быть, масочку какую-нибудь сделаю. Ну, сейчас посмотрим, что я буду делать дальше. Что-нибудь сейчас да буду делать обязательно. У меня какой-то сейчас среди ночи, вот, прилив энергии. Вот бывает же такое, да. К утру всё это пройдёт. Так, ну вот, я искупалась. Сейчас я решила масочку нанести на лицо на 15-20 минут. Это Реноваж. Реноваж. У меня комплекс вообще маска, дневной, ночной крем Реноваж. Вообще полностью весь уход есть. Там крем и для декольте, вокруг глаз, пенка для умывания по власти. Мне нравится. Это как раз возрастное и очень хорошие такие крема. Фаберлик. Так, надо же маска, а не крем. Побольше нанести. А потом я его смою и нанесу крем. Вот так вот. Вот чем ночью приходится заниматься, понимаете? Ну, это... Это то, что днём, вот знаете, вот бывает или неохота, или настроения нет, или ещё какие-нибудь причины. Ночью раз села. Чем заняться? Вот чем заняться. Уход сделать. Ну, всё. 15-20 минут. И всё. Смою. Нанесу крем. Уже дневной крем нанесу. Потому что я уже готовлюсь на выход. А потом посмотрим, что же я буду сегодня одевать. Мне надо уже открыть гардероб и посмотреть вообще. Ну вот, девочки, я привела себя в порядок. Всё. Голову помыла, ложилась. Лицо в порядок привела. В общем, вся умница такая молодец. Время 4 часа ночи. Обалдеть. Вот. Сейчас уже мне осталось ещё достать одежду, которую я буду одевать. Кстати говоря, я подумала о том, что одежду я буду уже одевать тёмную. Уже джинсы тёмные и будет кофта у меня тёмная. Кардиган одену. Кстати, с Василька. И надо же сумку поменять. Сумка-то у меня светлая. Надо сейчас всё переложить в тёмную сумку. В мою спортивную, в мою любимую. Вот. И, кстати, о гардеробе. Что я подумала? Большая часть гардероба у меня, конечно, из Василька. И, кстати, задавали кто-то вопрос. Вам что там бесплатно вещи дают? Или что вам там бесплатно дают? Девочки, ну, в этом видео я могу вам кратенько сказать, что Василёк, я работаю с Васильком по бартеру. И на определённую сумму, которую мы оговорили, я выбираю себе товар, тот, который мне нужен. И, в общем-то, я вам его демонстрирую, показываю. В общем, вот такая у нас бартерная сделка идёт. Эти вещи, конечно, остаётся уже у меня. А вам я просто показываю обзор. Вообще вещи, которые продаются вот в интернете, мы их выбираем по картинке. Вот мы смотрим картинку, всё. Мы не знаем, как эта вещь, она сидит, где там какие-то нюансы, может быть, в этой вещи есть, как она выглядит, в общем, в целом. То есть вот этот обзор, он помогает вам рассмотреть эту вещь поближе, посмотреть, как она смотрится уже одетая, да, и так далее. И, конечно, зачастую бывает, когда я вещи выбираю, я тут же забываю, что я выбрала. Ну, то есть я примерно помню, что я там три туники выбрала, там какой-то кардиган, что-то там чего-то, а расцветку там или что-то, вот я уже такие детали какие-то не помню. Понятное дело, когда уже посылка приходит, и я каждый раз её распаковываю, как, знаете, как что-то такое новое, непонятное, что там лежит, и как оно вообще выглядит, и как оно сидит, мне само это всё интересно. Расцветки уже и забываю. Кстати говоря, у меня уже в пути посылка, уже скоро прибудет она, может быть, уже на днях прибудет, посылочка от Василька, и вот этот вот последний заказ я сделала там в основном, это для сына, невестки и внучки, чтобы кто-то не думал и не говорил, что я ничего там для сына не делаю, для внучки ничего не делаю, ничего подобного. Я им тоже дарю подарки. Вот, поэтому скоро будет видео, посмотрите, какой заказик я сделала для своих близких, любимых. Вот, сейчас пойду я открою гардеробчик, и надо мне посмотреть, что я одену, и переложить с одной сумки в другую сумку. Уже надо подготовить, что я возьму с собой, потому что утречком уже я поеду к дочечке. Так, ну что, я думаю, что, наверное, я одену джинсы, вот эту сумочку возьму, и вот этот кардиган. Я, кстати, его еще не одевала, потому что я его заказала не так давно, и, в общем-то, вот сейчас на осень как раз то, что нужно. Но он такой весь пушистый, утепленный, прям плюшевый. Карманы глубокие, то, что я люблю вообще. И он идет под горло, вот то, что мне нравится, я думаю, что я в нем не замерзну. Осталось только какую-нибудь блузку или футболку найти, и все. В общем-то, я готова. Ну и кроссовки у меня синие такие, синие с голубым. В общем, я думаю, так, нормально будет. В общем, достала я несколько футболочек, выберу, какую из них я одену. Кстати, вот достала другой халат, который потеплее идет. Я сейчас не могу понять, на улице вроде холодно, а в комнате мне то холодно, то мне не холодно, то мне жарко, не поймешь, что. Короче говоря, а у дочки тоже отопление-то еще не включено, тем более у нас еще потепление впереди. И там, может быть, дома прохладно, а моих вещей там нет. Я думаю, что халатик может быть этот или какой-нибудь другой возьму с собой. В общем, сейчас буду собираться, буду сумку перекладывать и посмотрю, что еще из вещей взять с собой. Вот, девочки, еще у меня спрашивали, одна подписчица мне написала, как вы делаете шарлотку. Я сейчас думала сделать вам шарлотку. Потом посмотрела рецептик, а там, кстати, рецепт очень простой. Четыре яйца, стакан сахара, стакан муки. Но я посмотрела, что стакан сахара, девочки, куда мне сейчас стакан сахара? Нет. Я решила, что я о шарлотке воздержусь. Действительно, ну, это слишком сладкое блюдо. И там, в общем-то, три-четыре яблока, ну, от количества, зависит от размера. И еще добавьте туда разрыхлитель или можно уксус, соду, соду погасить уксусом. В общем, весь рецепт. Яблочки нарезали, бумагой застелили там формочку, яблочки нарезали и сверху вот это вот размешали, все и залили. В общем, сначала яйца с сахаром, потом добавлять ингредиенты, и в конце уже муку замешиваете постепенно и вот это все заливаете. И там 30-40 минут на 180 градусов. Если у кого такого рецепта нет, то вы можете попробовать сделать. Рецепт очень простой. Мы шарлотку делали еще в детстве. Я даже помню, еще в школьном возрасте мы дети сами делали эту шарлотку, потому что это очень-очень простой такой, самый простой рецепт. Вот. Но сейчас мне для похудения шарлотку никакую я не буду делать. Вот. Ну и все, мои хорошие. Вот я на этом хочу видео и закончить. Такое коротюсенькое видео. Я не знаю по времени, сколько там получилось, но надеюсь, что оно не длинное. Я хочу сейчас быстренько его смонтировать, пока у меня время еще есть, и выложить вам, потому что вы уже давно без меня, а я без вас. Вот. Поэтому хочу вам напомнить, девочки, я вас прошу, вопросы задавайте в комментариях. Можно в Инстаграм писать вопросы. и я вам на эти вопросы сниму отдельное видео. Вопросы и ответы будет называться. Ну и все. Дальше сейчас буду продолжать собираться к дочке и уже следующее видео начну, уже когда я к ней поеду и что я одену я вам покажу тоже в следующем видео, потому что я еще до конца не определилась. На этом видео заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok